Начало Первой мировой войны сложилось неудачно для Российской империи. В первом же крупном сражении под Таннебергом превосходящие силы русских были разгромлены немцами. После очередного тяжелого поражения под польским городом Горлице, германские войска начали теснить русскую армию на восток. У немцев появилась возможность окружить и уничтожить основные силы русской армии, но на пути оказалась цепь защитных крепостей. Одной из таких крепостей была Осовец на территории современной Польши. Немцам нужно было как можно скорее захватить крепость, чтобы выйти на оперативный простор и развить свой успех в войне. В сентябре 1914 года начался штурм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Все попытки германской армии захватить крепость не увенчались успехом. Крепость держалась. В августе 1915 года немцы подготовили решающий штурм. Они знали, что у русских солдат нет противогазов и решили применить ядовитые газы. Смесь хлора с бромом. 6 августа 1915 года немцы открыли баллоны и ветер понес смертельное облако на русские позиции. Найдите мукрые повестки, братцы. Два слоя намат. Плотнее, девочки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Считая, что оборонявшие позиции крепости гарнизон мертв, немецкие части перешли в наступление. В атаку пошли 14 батальонов Ландвера, не менее 7 тысяч пехотинцев. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Когда враг приблизился к крепости, оставшиеся в живых остатки 8-й и 13-й рот 223-го землянского полка встретили их шквальным огнем и перешли в штыковую атаку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы видели они украшающее. Солдаты хрипели, изо рта шла кровавая пена. Они знали, что уже умерли и не боялись умереть второй раз. Неожиданная атака мертвецов шокировала нападавших. Многие немцы в панике убегали с поля боя. Крепость снова оказалась непокоренной. В последнем бою погиб командовавший атакой подпоручик Владимир Котлинский. В сентябре крепость Осовец получила приказ продержаться 2-3 недели. Защитники продержались почти год. Однако, несмотря на весь героизм, крепость пришлось оставить. Немцам удалось захватить территорию слева и справа от Осовца и появилась угроза окружения. 18 августа русские взорвали укрепления и отступили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok